Приветствую вас, Валентина. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вы знаете, вот у меня такое двоякое ощущение от вашего текста. С одной стороны, вы человек, который явно знает, чего хочет. Вы человек, который, как мне кажется, не испытывает недостатка в уверенности в себе с другой стороны. Вы, в общем-то, весьма достойно, как мне кажется, ведете себя в ситуациях, где нужно принимать решения, нужно защищать свои интересы и так далее. И это, в общем-то, вызывает уважение, это вызывает восхищение, вот, это импланировать. Но, с другой стороны, эти же самые интересы и ваши желания, они как будто бы делают вас более тревожной, что ли. Вот, в том смысле, что вы говорите о том, как много времени нужно достать человеку, прежде чем он сможет создать семью. И вы пишите о том, что не хотите потратить, там, какое-то время, да, а потом, там, ну, выяснить, грубо говоря, что человек с ними создавать не собирался. А вам, вы уже, по вашим словам, находитесь в таком возрасте, вот, когда нужно думать о родине детей, и потом это будет проблематично. Что сказать, это ваш взгляд на ситуацию, и ваш взгляд на ситуацию, как, в принципе, любой взгляд имеет право на существование, мне кажется. Но, на мой взгляд, подходить к отношениям с позиции потраченного времени, с позиции обязательных перспектив, да, не самый лучший вариант. Если вы человека любите, если вы хотите устраивать именно отношения, основанные на искренности, на доверии, на свободе быть собой, и на каком-то таком, знаете, чувственном опыте. Потому что, то, что вы говорите, это своего рода инвестиционное мышление, и я не говорю, что его не должно быть, но мне кажется, что в ситуации, которую вы в том числе описываете, вы как будто бы не можете определиться, какой же у меня, собственно говоря, подход к отношениям. Да, то есть, я как выстраиваю свои отношения, я их выстраиваю с точки зрения инвестирования, я их выстраиваю с точки зрения, вот, там, обязательных перспектив, или я их выстраиваю, вот, с точки зрения эмоциональности, чувственности и так далее. Потому что, вы не можете знать, как сложатся ваши отношения, но изо всех сил пытаетесь добиться каких-то гарантий, в том числе и от мужчины. Ну вот, для которого, ну, сейчас не самое простое, мягко говоря, время. Вот. И вот то, что я хочу сказать, да, то, что я хочу сказать с точки зрения психотерапии и с точки зрения философии, которую я продвигаю, с точки зрения моего опыта, вы же таким образом становитесь очень зависимы от другого человека, когда пытаетесь добиться гарантией, потому что в отношениях гарантий никто вам не даст. Потому что, ну, никто не знает, как и что будет происходить завтра. А у вас такое ощущение, что есть довольно жёсткий такой критерий, что вот я должна быть замуж, я должна там родить ребёнка обязательно и так далее, и так далее, и так далее. Это может быть, но как бы идея в том, что для подобных, ну, для подобного, как бы так сказать, для подобного подхода, вы выбрали, как мне кажется, вы выбрали, как мне кажется, не совсем подходящего человека. Вот так я бы сказал. То есть, для такого подхода, который продвигаете вы, вот, для, ну, подобного подхода, который продвигаете вы, мне кажется, имеет смысл, ну, условно говоря, выбирать человека, который был бы, ну, как бы, как сказать, который был бы, ну, наверное, свободен, да? То есть, который не тормозил бы вас, вот. А здесь ситуация такая, что вас тормозят, и тормозят, ну, довольно-таки сильно, вот. Как мне, как, ну, ну, как мне кажется, как мне кажется, вот. В следствии всего есть, конечно, вот эта вот проблематика. То есть, такое ощущение у меня возникает, такое ощущение, такое впечатление, впечатление такое возникает, что вы выбираете мужчину, который демонстрирует вам, что вот, то, как вам видится отношение, реализовать их не получается, да? Но вы от своих, как бы, установок не отказываетесь, и, как бы, мужчину не принимаете, и вот такую реальность отношений не принимаете тоже. То есть, из этого возникает противоречие, из этого возникает конфликт у вас внутренний, внутренний, вот. Ну, а еще, еще бы ему не возникнуть, ведь вы, по факту, себя, ну, очень сильно отгоняете, вот, тем, что в таком противоречии находитесь. И мне кажется, мне кажется, что вот эта вот тревожность, да, вы просто отказываетесь, ну, условно говоря, вы отказываетесь признавать то, что вам важно, вот. Вы отказываетесь признавать, что вот, ну, условно там, ну, условно говоря, какие-то вещи для словов более важны, например, чем вы демонстрировали мужчине это. И вам просто, мне кажется, нужно лучше прислушиваться к себе и, как бы, побольше демонстрировать это человеку. Не директивы какие-то ему транслировать, что может вызывать, ну, в принципе, отторжение, да, вот. А именно говорить о своих желаниях и стоять на своем, если эти желания вам важны, вот, понимаете. То есть, условно говоря, условно говоря, вам надо, ну, мне кажется, мне кажется, научиться сочетать. Научиться сочетать свои желания, то, что вы хотите, вот. И то, что вы готовы делать нам, условно говоря, для, ну, человека. Потому что если вы будете только свои интересы продвигать, вот, то понятно, что мужчина от вас может, может, уйти. Это нормально. Такая вот история здесь. Это то, что я могу вам сказать, что я могу вам ответить с точки зрения психологии и психотерапии. Важный момент, если, значит, мужчина зависим, то он больше, получается, в отношениях ведомый, значит, вы ведущий, значит, вы занимаете родительскую позицию, тем самым можете его как-то подавлять, это первое. Второе, если он зависим, значит, как бы это плюс к неопределенности, плюс к несамостоятельности его, вот, вам нужно спросить себя, готов ли вы к тому, что мужчина будет такой, вот. Ну, и о ссорах, которые у вас возникают, что возникают, да, определенные проблемы между вами, которые тоже нужно решать. Здесь я бы рекомендовал почитать про психологическую игру «Скандал», вот, ну, например, вот. Чтобы вы поняли некоторые общие, общие, ну, общие основания для возникновения, как конфликтов и ссор. Вот, и последний момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что все ваши вопросы, они про человека другого. Не про вас. Эти вопросы не про вас. И это очень, как мне кажется, важный момент, что вы ставите себя слишком в зависимости от другого. Ничего хорошего из этого, на мой взгляд, получиться не может ничего хорошего. Потому что, ну, как бы, извините, извините, вы будете идти по такой позиции жертвы, вы будете жертвовать собой, жертвовать жертву, жертвовать, пока, либо вы полностью не разочаруетесь в, допустим, ну, допустим, в отношениях, например. Или до тех пор, пока, там, допустим, ну, не психанете и не выйдете из отношения. Вот. Но будете жалеть о том, что потратил, опять же, столько времени. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, больше внимания нужно уделять именно себе вам. То есть о себе больше, как бы, думать, да, и больше про себя беспокоиться, чем за человека. Потому что у человека есть жена, которая, кстати, готова его принять, наверное. Вот. А у вас нет никого. И вы, в какой-то степени, ну, в более, в более таком невыгодном положении находитесь, чем ваш мужчина. Вот. Поэтому, чем больше вы берете на себя ответственность, чем больше вы игнорируете свои желания и то, что вам важно, тем больше мужчина будет, наверное, полагаться, полагаться, и тем хуже, по итогу, вы будете себя чувствовать в отношениях. Вот. По сути, по сути, чувствовать вы себя будете никем иным, как тягловой лошадью. Но я не думаю, что это то, чего вы хотели быть для себя. Поэтому вот такой разговор. Другой вопрос. Как вы в этой ситуации оказались? Ну, то есть, вы вначале обозначили человеку, что статус любовницы вас не устраивает. Вот. Он уходит из семьи, вы начинаете, значит, встречаться. Вы понимаете, что у него чувство вины. И это чувство вины у вас вызывает ощущение собственной вины или жалости к человеку или что. Ведь в какой-то момент именно это чувство, как мне кажется, немножко отодвинуло вас от своих интересов, которые до этого вы защищали и продвигали достаточно четко. Человек ушел из семьи. И это круто, что, ну вот, вы помогли человеку, условно говоря, понять, что он разлюбил женщину и уйти, там, как бы, ну, к другой. Да, это здорово, потому что мужчины, в общем-то, уходят из отношений достаточно редко. Так что, мне кажется, что в какой-то момент вы начали чувствовать какую-то неловкость за свои желания, за свои интересы. Вот, и мне кажется, что в какой-то момент вы начали подавать свои интересы и свои желания немножко не так, как вы это чувствуете. Вот, может быть, потому что начали думать, что это эгоистично, а может быть, потому что начали опасаться, что если продолжить в том-в том же духе, то мужчина подумает, что там, вы и правда, не очень хороший человек, как, например, думают его бывшая жена и родственники. Ну вот, не знаю, не знаю, но вы начали себя, как мне кажется, предавать. Вы начали себя, как мне кажется, предавать. И вот с этого начинается ваша проблема. Поэтому я свою задачу вижу в том, чтобы какими бы ни были ваши чувства, да, какими бы ни были ваши желания, какими бы ни были ваши переживания, чтобы они адекватно выражались в отношениях с мужчиной. Вот, потому что это, на мой взгляд, единственное, единственное, что может сделать вас, ну я бы не сказал, прям счастливый, да, потому что все-таки счастье, наверное, не может зависеть от другого человека. Но это то, что может сделать вас свободно, свободно, вот так я бы сказал. Это правда. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что вы дадите отклик определенный на мой ответ. Вот. Это может послужить началом вашей работы над собой. Вот. Всего вам самого доброго. И удачи. Общество. О смерти. Вспешаем. И удачи.